Инициаторами встречи стали котласские кастомайзеры Олег Янович и Михаил Попов. Это не просто байкеры, а настоящие умельцы. Из старых мотоциклов они создают двухколесные шедевры, за которые получают награды на московских выставках. Настал день, когда молодым людям стало тесно в своей мастерской. Они предлагают создать в Котласе нечто вроде станции юного техника, в которой готовы вести кружковую работу с подростками. Ребят привлекать молодых, чтобы руки из нужного места вырастали в итоге у людей, чтобы они тоже занимались, понимали, как кружатся гайки, болты. Мы готовы в принципе в какую-то часть. Кроме того, в стенах учебного техцентра можно будет пропагандировать среди подрастающего поколения безопасные приемы вождения и правила дорожного движения. А также вовлекать молодежь в различные мероприятия и акции этой направленности совместно с инспекторами ГИБДД. Актуальность такого центра глава Котласа оценил. С фотки смотрю, там каждую неделю очень много бьется на скутерах. На скутерах там просто дети, в большей степени вообще молодые. Там не только дети, там еще не знаю правила, едут. Идею о создании мотоцентра горячо поддержали и другие байкеры. К примеру, члены Котласского отделения Вологодского байк-клуба Wild Wind MC готовы оказывать всяческую поддержку, в том числе и материальную. Самое главное сейчас найти большое и теплое помещение, в котором могли бы обосноваться мотоциклисты. С этим Андрей Бролин пообещал помочь. Скажу, что не на безвозвездной основе вообще это все мы готовы делать. Ну там минимальные деньги за свет, тепло, какие-то вещи готовы платить. Готовы, если что-то есть, там починить нужно, там мы готовы руки приложить там, да. Мы приезжаем зимой в гараж, затапливаем печку, там это два часа проходит, мы там протапливаем, начинаем заниматься. Все, да, дико неудобно. Конечно, можно в своем гараже дальше продолжать, но если бы это было участие города, было бы классно. Я сейчас дам еще поручение комитету, они посмотрят, что у них-то в любом случае реестр есть, они знают. Ну, в центре, наверное, будет найти сложно. А еще котловские байкеры, в частности реставратор Евгений Кокин, мечтают создать в Котлосе мото-музей. Парочка раритетов у Евгения есть в наличии. Одна из моделей М1А, аж 1951 года выпуска. В России всего два таких отреставрированных ретро-байка. Я принимал участие в ретро-шоу в Ярославле. Призов никаких, конечно, не забрал, но судьи оценили. Плюс я сейчас делаю, уже почти сделана модель. Это ВП-150, это 61-й год. Вятка. Вятка. Вот она еще не доделана, но осталось проводку сделать. Я бы хотел в итоге лет через 10, а то и 15 получить мотомузей в городе Котлосе, которых в России всего несколько штук. Я готов со своей деньги покупать модели, реставрировать, но хочу, чтобы на городской основе где-то их показывать и доносить люди. Музей-то, конечно, интересная, что учится такая тема, хотя бы. А музей-то дополнительная точка еще, чтобы люди в Котлосе, допустим. Интересно было, какие-то интересные места в Котлосе. Но музей надо делать в центре, потому что на окраину не поймут. Класс. Кроме того, байкеры намерены возродить в Котлосе свой вид спорта – мотокросс. Сегодня от Котлосской команды, которая в 80-е годы тренировалась на базе ДСААФ и гремела на всю страну, осталось всего три человека. Несмотря на отсутствие профессиональной трассы, мотоциклисты продолжают заниматься. Они самостоятельно оборудовали площадку в деревне Антонова и даже выезжают на соревнования в соседнюю Коряжму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова